Мы переключимся сейчас на беднягу Протасевича, потому что он гораздо больше интересует до сих пор публику, чем это сборище вурдалаков, которое ожидается в Петербурге. Это удивительно, Александр Глебович. Вас тут спрашивают, не отбил ли Лукашенко у вас звание пирата. Нет, вообще вот это мне не нравится категорически, потому что в отношении этого события термин пиратства абсолютно неприменим. Это такая вулигарная уголовка из подворотни, в которую превратились некогда благородные останки и руины СССР. Ну вот то же самое, что розочка из бутылки в подворотне отобрали у пенсионерки слуховой аппарат, точно так же Лукашенко, угрожая истребителем, отобрал у Ринейра бедного Протасевича. Но вот в связи с этим есть только одна история, которая вроде бы кажется не очень связанной, но на самом деле она связана напрямую. Это московская история. Московская студентка второго курса она выставила на продажу девственность. Ну, такое бывает. Причем за какие-то совсем копейки. Сейчас это недорого. И нашелся какой-то Геворг, который проявил настоящую русскую щедрость. Он предложил красавице взамен 12-й айфон и нахваливал батарейки, там три камеры, обложка. В общем, студентка вдохновилась и произошла успешная дефлорация. Все совершилось. И только потом уже в общежитии... Сейчас объясню, какая связь. В общежитии, когда она хвасталась перед подругами, выяснилось, что айфон китайский, поддельный, одноразовый. А вот гордый собою фальсификатор Геворг, он, естественно, оказался у венеролога и выяснил, что, в общем, девственность-то тоже была. Прямо скажем, ну, наверное, не первая, не вторая, не третья, судя по тому количеству заболеваний, передающихся половым путем. Это мне все очень напомнило взаимоотношения Путина и Лукашенко в этой истории. И если мы вдумаемся, то они действительно очень заметны в этой громкой истории с самолетом Генейра. Он ему фальшивый айфон, а Лукашенко ему фальшивую политическую девственность. Правда, в той истории с Геворгом всех забрали в милицию, но этих, по сути, тоже забрали, они просто пока этого не понимают. И я бы хотел объяснить все те загадочные моменты этой истории, которые остаются загадкой. В частности, кто это делал, белорусское КГБ или русское ФСБ? Там был очень веселый пилот истребителя, который подлетел и заигрывал с пассажирским Боингом. Он действительно объяснял, что там внизу, вот усатый идиот, усатый идиот, он, значит, вот велел ракеты, ракеты. А ирландцы, причем он много раз это все показал. На самом деле, это были не ирландцы, это были вообще поляки, ну неважно. Нет, там были, там стоп, там было несколько, это ирландская компания. У них польская дочка. Тем не менее, да, там ирландские, ирландские пилоты, и им всегда надо все обдумать. А ты знаешь вообще, как выглядит ирландская задумчивость, Оль? Воображаю. Ну вот, любой сложный вопрос у ирландцев вызывает приступ риверданса. Риверданс – это такой ирландский народный танец, основной задачей которого является произвести как можно больше грохота каблуками. И кто нагрохотал сильнее, тот и самый главный танцор. И, в общем, они там отбивали риверданс с тем, чтобы сосредоточиться, а бедняжка-истребитель рисовал вот эти вот мертвые петли, которые, вероятно, я надеюсь, когда-нибудь станут мертвыми петлями и для Лукашенко тоже. Но в этот момент там Протасевич уже заламывал руки, понимая, что к чему идет. Вообще, я должен сказать, что, конечно, во всей этой истории КГБ Беларуси абсолютно вне всяких подозрений. Потому что, если бы операция Протасевич была бы поручена им, то они, вероятно, до сих пор бы высчитывали, ломали голову, как картофелеуборочный комбайн приспособить для остановки Боинга в воздухе. Там очень хорошие ребята есть в их КГБ, но очень своеобразные. Был случай недавно, кстати, это уже было на моей памяти, и это было уже сильно не в 90-е, а недавно, когда им отказали в эксгумации. Эмигрировал в Австралию белорусский олигарх. Он там внезапно скончался, и понадобилось его тело. А белорусские власти, тоже у них была только какая-то эпидемия, то ли еще какая-то гадость. И белорусские власти, австралийские власти белорусам в эксгумации отказали. А тело было очень нужно. Это я просто для того, чтобы вы понимали, что такое белорусское КГБ. И вот тогда там на уровне замначальника управления на совещании был поставлен для разработки вопрос. Проработать возможность, с учетом того, что Австралия находится иногда под Белоруссией, иногда над Белоруссией, был показан глобус сотрудникам. Генералы пыхтели, глядя на все это. И вот проработать вопрос с нашей, с белорусской стороны, сделать подкоп к этой могиле снизу. И снизу забрать покойника, не повреждая могилу снаружи. Так, чтобы никто этого не... То есть там очень своеобразные люди. Так, чтобы вот... Александр Леонидович, кто вам принес эту историю? А вот тот же, кто мне рассказал, откуда у Протасевича следы побоев на лице. И тот же, кто мне прислал бумаги о том, что на это дело были выделены два эскаватора из соседнего совхоза, и там просто надо было поменять ковши. Считалось, что это все не вопрос. То есть операцию Протасевич планировали явно не в Белоруссии и не белорусское КГБ. Это все-таки такой типичный русский след, отчетливый, как след очень осторожной коровы по сырому бетону. Он остается на века, его ни с чем не перепутаешь. Что эти затейники сделали? Ведь давай сейчас просто вот подсчитаем. Вот итог операции. Они сожгли дотла весь авиабизнес в Белоруссии. Они разорили все аэропорты страны, получили в итоге 50 тысяч безработных, они уничтожили компанию Белавия, они уничтожили еще парочку национальных компаний. Причем это все, Белавия уже там триллионные обороты. Причем надо понимать еще ужасное свойство самолетов, они не могут не летать. Это не машина, которую можно запереть в гараже. То есть их поднимать в воздух все равно надо, но уже за счет компании. Потом они снесли 3 миллиарда европейского кредита, который должен был быть выдан на днях и который не будет теперь выдан никогда. Они убили различных договоров и инвестиций примерно еще на миллиард долларов. Это было на госуровне и примерно 500 миллионов на всяких частных. Прекращено 20 масштабных проектов, строек. То есть партнеры вышли из общения с белорусами. Но они потом похоронили остатки репутации страны. И все только для того, чтобы потом Лукашенко имела возможность набить физиономию маленькому безвредному Протасевичу. А КГБ Беларуси имела бы возможность запугать его там и зажарить его маленькое испуганное яичко вот на том огне, который обошелся в эти триллионы долларов. Тут ты должна почувствовать это вот широта русской души. Ее ни с чем не припутаешь. Это очень знакомый почерк. Это вот то самое традиционное. Мы за ценой не постоим. Причем они тут устраивали банкет за счет Беларуси. Подождите, подождите, Александр Глебович, как вам кажется, если это действительно российская затея, то Россия же должна с этого все-таки что-то получить в перспективе или планировать получить? Видимо, просто Беларусь. Ну, возможно. Причем надо понимать, что толку и смысла в Протасевиче как таковом нет абсолютно никакого. Он ничего не знает просто потому, что знать нечего. Просто потому, что за этой бедной нехтой никакой Запад никогда не стоял. Да, мальчишкам помогали вот те затравленные, запытанные, сбежавшие, запрессованные белорусские бизнесмены, которые осели в Литве и Польше. Но они сами об этом говорили на каждом шагу, и все их фамилии известны, они бравировали более того эти. А более там, в общем, там все такое чистенькое, но бедненькое. И понятно, что их можно будет назвать громким словом спонсоры, заказчики, но никто особо ничего не скрывал. Узнавать там правда нечего. Что касается... Послушайте, а вы думаете, что какая-то была вообще задача что-то узнать, а не чистая злобность? Нет, это чистая злобность. Поймать мальчика, поймать девочку, всех запытать и напугать. Вот у меня есть такой кривой инсайдик, я не поручусь на 100%, потому что такой слишком эмоциональный и бурный у меня там есть лазутчик. Но вот эти вот следы побоев на лице Протасевича появились после того, как ночью в изолятор приехал Лукашенко. И его наутро тщательно вот эти отеки, ему долго втирали во все места тональные кремы, чтобы это все заделось. Ну, понятно, что как у всякого спятившего агронома, у Лукашенко руки постоянно чешутся, особенно когда он видит кого-то связанного или в наручниках. У него это еще с августа все закрепилось. Причем он уже осведомлен о всех потерях страны, он знает, что операция обошлась во много миллиардов, что гибель Белаеви, что разоренный аэропорт. Он все знает, ему ничто не портит настроение. Он ходит, мурлычет, он совершенно счастлив. Ну, в общем-то, в принципе, все эти потери по барабану. И он с большим наслаждением лично собирал вот эти прощальные корзинки спецам, которые приехали из другой страны. Там вот сыр белорусский, сосисочки фермерские, масло, грибы, соленья. И собирался огромной любовью. То есть, подводя итог, мы можем сказать, что, конечно, операция была тупой и абсолютно разорительной. Все, что сейчас придумывают про Протасевича, кровавого маньяка из Донбасса, это абсолютный свист. Обычно идет публикация из журнала, где изображен действительно мальчишка из Азова, но совершенно другой человек. А Протасевич как был фотографом. Ну, один раз, может быть, он наряжался в камуфляж. Он вообще очень тихий. Он вот по сравнению со всеми остальными, которые ребята поэмоциональнее и порезче и хотели действовать чуть решительнее, или, по крайней мере, говорить, он был как раз той самой постоянно сдерживающей силой среди них. То есть, понятно, что вообще там было забавно, потому что белорусское КГБ, оно пока прикидывало, где взять 10-километровую лестницу, чтобы ее приставить точно к дверям пролетающего Боинга. А руководили другие люди. Самого Лукашенко от операции изолировали. Ему купили телескоп, заперли на каком-то чердаке и велели ему следить, не появятся ли самолеты НАТО. Потому что никуда не звонить и ничем не мешать. То есть, Оля, там же идиотизм такой, что они сперва оклеветали организацию под названием Хамас. И всему-то миру известно вот то витиеватое заявление Хамаса, которое писал Мусаабу Мурзудук. Это очень грамотный, просвещенный, интеллектуально изощренный человек. А первое послание Хамаса, оно вообще заключалось в двух словах. Аль-Маас, что знаете, козлы. Это было обращено к руководству Белоруссии. Кончайте врать. Потом они сейчас сослались на то, что эти сообщения пришли из Швейцарии. И выяснилось, что они опять, белорусы, все, вот белорусский режим, все опять врут. Но надо понимать, что сейчас бедный Протасевич, конечно, будет рассказывать о себе все небылицы. Адвокаты к нему до сих пор. Вот знаешь, почему стараются первые двое суток не допускать адвокатов вот в таких вот громких или политических делах? Потому что... Держать до нужной кондиции. Потому что это вот мы с вами сидим и все знаем. Про Витбелавио, про то, что весь мир на ушах. Про то, что, вероятно, это тот узел на мертвой петле, который приговорит в недалеком будущем Лукашенко. Он не знает ничего. Вот тот мальчишка, у него реальность четыре стены, полная изоляция. И белорусские чекисты, которые могут забить железными табуретками, рассказывают ему, как он примет смертную казнь. И он не знает ничего. Я думаю, что его еще и девушка его... Она тоже ничего не знает. Он, причем, вот всегда этим состоянием надо пользоваться. Чекисты его считают вот эти первые двое суток совершенно золотым временем. Потом все равно на хвосте какой-нибудь адвокат что-нибудь принесет и под следствами воспрянет. А он ведь действительно не понимает, что происходит. Он уверен, что его все бросили. И что его никому не нужная жизнь и никому не нужная смерть вот теперь навсегда заточены в этом изоляторе. Он не знает, что за него вписался. В общем, весь цивилизованный мир. И девочка его тоже не знает. Но вот мне очень нравится, конечно, как стебется над всем этим белорусским безумием их вроде бы главный придворный пропагандист Азаренок. Слушайте, ребят, выяснится, что, как всегда, и в этом случае я был прав. Это помню, что парень, который раньше так завязывал галстук, он изображал, вот у него был костюмчик свадьбы безумного агронома, да, и он так завязывал галстук, что там должна была оставаться стронгуляционная борозда. Вот сейчас он, видно, послушался и уже так не делает. Но ты послушай, что он говорит. Это уже далеко за гранью безумия. И это явная игра. Он дает миру специальный сигнал и знак о том, что все до такой степени идиотично. А это его заказчики, его начальники этого не понимают. А парень, я слышал, ну просто вот понятно, что он создает такой накал ахении, что вменяемый человек не может так думать, а он явно вменяемый. И он хороший актер, а хороший актер может тебе сыграть хоть Виннету, хоть Робинзона Круза. И пока не заподозрили. Важно, чтобы он успел вовремя соскочить, потому что Лукашенко-то все равно закончит жизнь на большой электрической картофелине. И вот не хотелось бы, чтобы те умные люди, которые вокруг него, разделить бы с ним его судьбу. Единственное, конечно... Правда не хотелось? Послушайте, Александр Глебович, я наблюдая всю эту свистопляску, каждый раз думала, ну при нем же есть психически здоровые, неглупые люди. Почему они делают это? Ну, потому что, во-первых, им это выгодно. У тебя никогда не было начальника... Нет, у тебя не... Последнее время у тебя начальником полного идиота не было. Нет, у меня никогда не был начальником полного идиота. Ты не знаешь слабость, да? Ты не знаешь прелести этой ситуации. Но единственное, как-то не очень хорошо выглядит Путин, потому что он выглядит в своих действиях, которые удивительно похожи на действия Лукашенко. Он выглядит каким-то подмастерьем Александра Григорьевича, который повторяет его шаги. Потому что, понятное дело, что репрессии развязать всегда хочется. Но это должны быть собственные, оригинальные репрессии с огоньком и с каким-то, в общем, собственным посылом, а не просто копирование. Ну, мы уже знаем, кстати, видим, что Лукашенко, он переходит от количества к качеству. Помнишь, я рассказывал про великолепного белорусского парня Ашуркова? Витольда Ашуркова, который в прошлый раз прислал сообщение, что политических в лагерях теперь метят желтыми значками. Ну, что, вот он высказался про желтые значки, прислал информацию. И через пару дней родственникам выдали его труп забинтованный, как будто бы это вообще мумия тутмоса второго, да? И посоветовали на всякий случай, на всякий случай, чтобы не огорчаться, эти бинты не разматывать, а похоронить прямо так. Сердечный приступ, да? Да, сказали, что у него сердечный приступ, но вот пока из холодильника вытаскивали, пару раз лицом ударили уже, но понятное дело, что, конечно, забили. И понятное дело, что такова судьба, вероятно, большинства политических заключенных в Беларуси. А возможно и в России тоже, потому что у России все еще в этом смысле впереди. Продолжение следует...